добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем курс который называется микропроцессоры и микропроцессорные системы управления но особенность данного курса такова что мы не будем изучать с вами микропроцессоры в том виде в котором вы наверное этот курс уже слышали не один раз то есть сталкивались с этим понятием по большей части здесь уклон курса будет выведен микропроцессорные системы управления именно в автоматизацию систем управления и главный объект с помощью которых достигается автоматизация до современных систем управления это микропроцессорный объект который называется программируемый логический контроллер и курс по сути будет посвящен изучению именно программируемых логических контроллеров как главных объектов систем управления производственными технологическими процессами это объект микропроцессорной техники поэтому мы будем изучать именно программирование логических контроллеров теперь поговорим немного об основах плк которые нужно знать да это такие некоторые исторические сведения то есть до применения программируемых логических контроллеров элементная база автоматизированных систем управления технологическими процессом была жесткой такой термин называлась жесткой и и нельзя было изменить элементная база по мере совершенствования технологий менялась и стала гибкой первые плк появился в сша использовался на автоконцерне дженерал моторс компания выпустившая первый плк называлась bedford associates первая марка плк называлась madicon 084 автор идеи плк как его сейчас принято называть отец программируемых логических контроллеров американский ученый инженер ричард морли на данном портрете вы видите ричарда морли до автора плк и на следующей картинке мы можем видеть контроллер марки madicon 184 не 0 84 а 184 это второй контроллер по счету который выпустила данная компания затем ричард морли создал свою компанию которая называлась из не ошибаюсь madicon и начала выпускать контроллеры под маркой madicon и они выпускаются по сей день но эта компания сегодня уже развивается в составе другой компании это французская компания не безызвестная всем шнайдер электрик то есть она стала частью компании шнайдер электрик по-английски плк это пелси то есть программу был logic control по русски это программируемый логический контроллер или вкратце аббревиатуре плк мы будем пользоваться именно такой сокращенной терминологии место плк составе система с утп на данной схеме мы видим ну типовую что ли структуру автоматизированных систем управления технологическим производством на самом нижнем уровне размещается объект это некоторое производство параметры объекта мы измеряем с помощью измерительных преобразователей которые далее передают информацию в контроллер наш затем контроллер обрабатывает данную информацию и воздействует с помощью исполнительных механизмов на производство целью изменить его ход технологических процессов контроллеров в системе может быть несколько зависимости от тех задач которые стоят перед производством далее информация обработанная с контроллера отправляется еще один контроллер который называется концентратор но это не обязательно на сегодняшний день и далее по информационным сетям передается на специальный компьютер который называется автоматизированным рабочим местом оператора в котором уже функционирует другая программа которая реализует так называемый человекомашинный интерфейс и такие программы носят название как скейда скада то есть это аббревиатура английских слов supervisory control and data acquisition то есть диспетчерский контроль и сбор данных как мы видим из данной схемы контроллеры занимают промежуточное место в данной иерархии между нижним уровнем на котором размещается различные измерительные преобразователи исполнительные механизмы и верхним уровнем да где размещается автоматизированное рабочее место то есть он занимает среднее место в данной иерархии да и это стоит запомнить структура плк состав плк очень простой это входы либо входные модули каждом в одном модуле содержится несколько входных каналов которым которым присоединяются исполния измерительные преобразователи да то есть которым подключаются измерительные преобразователи далее имеется выходные модули в составе которых имеются выходные каналы несколько да к этим каналам подключаются исполнительные механизмы ну и третье в самом микропроцессорном модуле реализуется прикладная программа то есть структурно его можно представить вот в следующем виде то есть на входы или входные модули подключаются различные измерительные измерительные преобразователи устройства затем эта информация достигает микропроцессорного модуля в котором записана прикладная программа написанная инженером да для конкретного производственного процесса она выполняется результаты этой программы которые записываются в выходные модули и по выходным каналам они отправляются на исполнительные механизмы с целью изменить течение производственного процесса структура довольно простая и это все время выполняется циклически контроллер всегда выполняет чтение своих входов затем выполняет прикладную программу результаты полученные в ходе этой программы записываются в выходные модули так по циклу все время виды ПЛК для малых и очень небольших объектов управления разработаны моноблочные ПЛК которые представляют собой такие вот микропроцессорные устройства очень небольшие электронные устройства с помощью которых можно реализовать простые системы управления для небольших объектов управления далее существуют модульные ПЛК они уже по структуре более сложные по сравнению с моноблочными выглядят они вот следующим образом у всех примерно одна и та же архитектура у разных производителей они рассчитаны для решения уже более крупных и средних объектов управления автоматизации технологических процессов давайте разберем более подробно структуру модульного ПЛК он состоит из ряда модулей первый модуль это конечно микропроцессорный модуль в котором размещается сам микропроцессор затем модуль питания так как контроллер это все таки законченное электронное устройство ему необходимо электрическое питание поэтому в составе модульных ПЛК всегда имеется модуль питания модуль коммуникации то есть ту обработанную информацию которую нужно передать на уровень по иерархии выше можно сделать с помощью модуля коммуникаций ну а далее для соединения с технологическим объектом управления имеются у нас модули ввода и модули вывода они могут быть по характеру взаимодействия с устройствами либо дискретными либо аналоговыми ну и все это в совокупности дает нам вот такой модульный ПЛК третий тип называется распределенный ПЛК он предназначен для автоматизации очень сложных сильно рассредоточенных в пространстве сложных объектов по-другому его можно представить как некоторая совокупность нескольких модульных контроллеров вот так это выглядит теперь что касается языков программирования ПЛК в 1979 году международная электротехническая комиссия приняла стандарт стандарт был за следующим номером утвержден это 611-31 содержит он 7 разделов он полностью посвящен программируем логическим контроллером третий раздел этого стандарта регламентирует языки программирования контроллеров в соответствии со стандартом языки программирования можно разделить на графические и текстовые их всего 5 первый графический язык это ladder diagram язык лестничных диаграмм второй functional block diagram третий sequential function chart и текстовые языки первый текстовый язык это структурированный текст второй лист инструкций вот таких пять языков у нас регламентировано третьей частью стандарта мэк 611-31 теперь более подробно коснемся языков ladder diagram в своем редакторе выглядит именно вот так то есть с помощью различных комбинаций реле и катушек реле можно запрограммировать любую практически логическую цепочку действий для контроллера вот так это выглядит function block diagram выглядит в виде такой цифровой электронной электронной схемы полностью копирует элементы цифровой электроники да то есть любой инженер знакомый с электроникой он свободно в нем может программировать контроллер sequential function chart выглядит вот следующим образом он не похож ни на один из вышеперечисленных языков имеет собственную структуру архитектуру и он близок к работе с такими объектами из дискретной математики как графы при программировании и реализации автоматизированных систем мы можем пользоваться так называемыми графами переходов и состояний и этот язык очень хорошо подходит для реализации этих графов ну и что касается текстовых языков структурированный текст полностью выглядит как любой язык высокого уровня в частности это типичный Pascal или Visual Basic и Instruction List выглядит как типичный язык низкого уровня типовой ассемблер вот такие пять языков реализованы в стандарте и мы с вами в рамках данного курса будем их изучать с целью разработки микропроцессорных систем управления для автоматизации различных производств рабочий цикл ПЛК следует нам его повторить это обязательное чтение входов выполнение прикладной программы запись результатов выхода и все это выполняется циклически ну спасибо за внимание я вам желаю удачи удачи